Продолжение следует... Это день, заглянем в святцы, по новому стилю 10 августа, в Смоленской иконы Божией Матери, именуемые Одикитрия. Одикитрия по-гречески значит путеводительница. Она была принесена из Царьграда, то есть из Константинополя, в 1046 году. Это наша общепочитаемая всероссийская святыня. И чтобы долго не распространяться на эту тему в продолжении песнопений канона Евхаристии, я предлагаю послушать одно из самых, на мой взгляд, удачных песнопений на этот текст. Послушать и посмотреть, потому что мы это песнопение исполняли на одном из наших прошедших в этом году концертов. Достойна есть музыка Петра Ильича Чайковского. Когда Петр Ильич Чайковский писал свою литургию, он потом говорил, что он отдался своему музыкальному чувству. То есть каждое песнопение – это плод его авторских размышлений. А вот когда он писал «Все ночные бдения», он использовал иногда в полной неизменности, неприкосновенности старинные церковные распивы. Кстати, по его стопам и пошел его ученик Сергей Васильевич Рахманин. У него также литургия – это собственная музыка, а «Все ночные бдения» – это или взятые за основу церковные распивы, или сочинения в духе старинных церковных распивов. Послушаем достойный Ильич Чайковского. Достойный Ильич Чайковского. Ильич Чайковского. Ильич Чайковского. Ильич Чайковского. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»